Дай почитать. Главный герой, двенадцатилетний Жека, вдумчивый, неравнодушный, умный мальчик, пишет роман о конце света. Ему кажется, что именно он весь этот мир соберет заново. Ему очень трудно, как и каждому мыслящему, мятежному человеку, на всё имеющему свой взгляд и неспособному предать свои идеалы. Ему многие вещи непонятны. Сломанное во дворе качели, домашнее задание по препарированию литературного произведения, пьяный на скамейке, разбросанный мусор. Может, это и есть конец света? А есть ли Бог? Иногда Жеке кажется, что есть, но вот он приходит в церковь, и всё его в храме отталкивает, всё ему неприятно и всё неприемлемо. Поэтому он верит только в жан-футизм, в дедушкину теорию наплевательства. Дед – очень своеобразная и самобытная личность. Поёт неприличные песенки, подкармливает бездомных собак, сбивает с ритма и смешит оркестр, и вообще имеет тягу к долгим прогулкам и вкус быть потерянным, а потом найденным. Один из таких походов закончится его смертью. И это грустно и больно. Отец Жеки – очень большой начальник, требующий от сына соответствия с предъявляемыми к нему требованиями. На самом деле, эта книга Аси Кравченко о тех, кто не хочет вписываться в установленные рамки и шаблоны, кто представляет противовес миру, привычки, ханжества, ложного действия. Только неповторимые и особые личности достойно смогут встретить конец света и создать новую вселенную. Эта пронзительная повесть заставляет смеяться и плакать, понимать, как сложен путь взросления, обретение себя в этом непростом, несовершенном, но прекрасном и яростном мире. Книга о замечательном и нормальном мальчике в не совсем нормальном мире. Вселенная. Новая версия. Ася Кравченко. 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч. Дай почитать.